Вот в свое время, как оно получилось. Мы сюда приезжали, и очень давно приезжали, и здесь был единственный магазин Вираж М, который спокойно существует, до сих пор он располагается здесь, вокзальная 3.9, и прекрасно у него дела идут, и все пучком, вот. А потом уже люди так открыли, посмотрели, о, по телевизору Вираж М, а давай-ка сюда. И вот здесь всякие там мухобойки, и еще там на вокзале просто очень много людей, которые с нами не работают, да и фиг с ними. Хотите сами работать, работайте сами. Мы все-таки про Вираж М расскажем, каким образом сюда люди-то заходят, и почему в обилии магазинов разных Вираж М занимает свою должную позицию. Ну, естественно, с таким количеством магнитогорцев и тех, кто рядом-то. Это же просто понятно, все вещи для автомобиля, и то, что нужны, и вещи-то полезны, ведь по сути машина машиной, но туда же много чего добавить нужно. И мы хоть не пользуемся арабой с утра до вечера, но в каждом карте нужен свой личный кайф. Это вот очень даже замечательно, когда вы зимой садитесь в машину. Необходимо, во-первых, в руль воткнуться, да, не этот, который холодный такой, замороженный и непонятно какой, а вот такой. Просто накидочку сделали, и все, и уже приятно. Это, кстати, вот из натуральной шерсти. Вот. Есть еще такие вещи, вот, они тоже неплохие, кстати. Вот, вот посмотрите, накидки из натуральной овчины. То, что вам необходимо, если у вас кожаный салон. Это просто накидываете, и все, и уже все нормально. И попа там цела, и спина. А есть еще небольшие такие вещи. Также накидки из натуральной овчины. Понимаете, здесь все такое, хорошенькое. Из овчины. Ну да, тепло-то теплом, а как с движком, рулевой, трансмиссией? Есть вариант. Ревитализатор Хада. И опять, для всех движимых частей. И для двигателя, и для гидрочая, и для коробок. При этом не наша Хада. Дает чудесную экономию. Советую попробовать. Не каждый мне поверит, но поверить-то необходимо. Вы знаете, у меня очень мало людей, которых я могу показывать. То есть люди, которые занимаются реконструированием вашего автомобиля. Потому что самый лучший реконструктор, это вы именно сами. А для того, чтобы реконструировать свой личный автомобиль, необходимо что? Необходимы инструменты. А вот это здесь есть в большом количестве. Итак, вот, откручивая пробочки, заливаем антифриз и многие жидкости. И мы специально сделали панорамку то, чтобы не терроризировать вас видами. Сразу вид всего. То есть всего того, что заливается в двигатель. Остужает его, позволяет крутящему моменту переводить авто и в случае даже с автоматом. А также льется и куда, и на стеклах. И так все это в наличии. Как и естественно инструмент для того, чтобы все это дело завернуть куда надо. Естественно, раз у нас на улице все-таки холодно, необходимо, что делать? Переобуться. Естественно, вот это не то количество, что здесь есть. А то количество, что здесь есть, оно есть на складе. Прямо рядышком она располагается. Вы сходили туда, купили себе зимнюю резину и, пожалуйста, и дальше эксплуатируете собственный автомобиль. При этом, при этом ценники такие не самые дорогие, абсолютно не самые дорогие. Я бы сказал даже самые дешевые в городе. Любая зима в России это очень холодно. И только рядом с Черным морем как-то полегче. С холодами. Вираж М и к этому готов. При этом явное уважение к отечественному производству здесь присутствует. Да потому как с Акоми у нас и тогда, и сейчас все гораздо круче, чем там, где зимы-то и нет. А вот это и есть прелесть России. А еще меня очень радует то, что у нас в отечестве не все так плохо, кстати. Я, честно говоря, думал и думал правильно о том, что наши аккумуляторы всегда были очень хорошими. Дело в том, что у меня аккумулятор служил 8 лет на копеечке. Представляете, 8 лет на копейке и новый был аккумулятор. Естественно, сегодня и машины-то другие. То есть, если у вас в машине магнитола там стоит, и она усасывает все это дело, естественно, аккумулятор не будет столько долго служить. А магнитола у всех, по-моему, стоит. Но есть такие вещи. Тубор. На них гарантия 4 года. Вот магазин Вираж М. И, естественно, для тех, кто, собственно говоря, любит свой старый аккумулятор. Вы без него не можете расстаться, правильно? Так вот, принесли сюда, у вас его здесь забрали. Вот. И вам сразу же, Уно, 1199 рублей. Пожалуйста, прямо здесь. Ну и аккумуляторов-то здесь очень много. Надо посмотреть, сколько их в наличии. И зверь, и всякие там другие вещи. Типа, вот мне понравился Кобат. Плавненько так понимаешь, как в северо-западном выезде из магнитки постоянно новые люди. Да потому, что за ценами здесь не гонятся. Да потому, что наворачивать здесь можно, да и в разы меньше, чем это делают работники центров, расположенных рядом. И, естественно, без товаров на прилавках. В смысле, без залежалов. Здесь нужные товары. Конечно, хочется, чтобы сразу в машине было все. Но такие машины-то денег и стоят. А если таких деньгов нету, то можно в простую, по сути, машину незадорого закидать все, что нужно. Ну и так, немножко для тех, у кого, собственно говоря, много всякой различной техники. Для тех, кто понимает, что машина без девайсов, типа регистраторов, ничего не значит. Для тех, кто не может ездить без датчиков скорости, они здесь, естественно, есть в наличии. Как и парктроники вот здесь, в этом месте. А это отдельная тема. Тоже самые цены такие веселенькие, да? Представляете, двухдиновая Супра стоит 5 150 рублей. А такая же двухдиновая, только с выездной штукой от Пионера. За 12 тысяч рублей. А есть совсем дешево с флешками. И это конец DVD и Blue Ray. На одну флешку все ваше аудио за всю вашу историю-то уместится. И продвинется благодаря собам и колонкам. И купите все это здесь. Во как. И в оконцовочке напомним, где все это есть. Вокзальная 3.9. Говорить далее не будем. Придите сами и определитесь. И вот так мы вместе готовимся с виражом М к зиме. Это, конечно, хорошо, что вот здесь, на этом баннере, расположен тот самый аккумулятор, который вы можете себе купить за символическую сумму. 1199 рублей при сдаче старого. Но вам надо понять, куда же приехать то. А приехать очень просто. Вот видите, там поворотик такой направо. Видите, он поворотик направо. То есть, не доезжая до складов хладокомбината, повернете направо и потом где-то через три поворота налево. И это будет место, которое мы вам показываем. Это Вираж М. Место для тех, кто понимает, что владение магнитогорским автомобилем это не есть огромный недостаток.